Привет, друзья! Приветствую всех, кто зашёл ко мне на канал. Сегодня вместе с вами приготовим вот такое быстрое в приготовлении, но очень вкусное блюдо армянской кухни Татар-бураги. Готовится очень быстро, получается невероятно вкусно. Давайте готовить! Начинаем с замеса теста. Для теста нам понадобится, конечно же, мука, вода, соль, масло растительное и яйца. Вода у меня комнатной температуры. Тесто буду готовить вот в такой большой миске. Мне здесь удобнее. Вообще работать в большой миске более удобнее, чем в маленькой. Первым делом разбиваем яйца. Добавляю воду. У меня здесь 600 грамм воды. Добавляю соль. На такое количество добавлю 2 чайные ложки. И добавлю 3 столовых ложки растительного масла. И все это разболтаю. Можно хорошо перемешать, чтобы яйцо хорошо перемешалось. И соль растаяла. И постепенно добавляя муку, делаем тесто, похожее на пельмени. Чтобы получилось и не жидкое, и не слишком крутое. Чтобы удобно было раскатать скалкой. Сначала буду делать ложкой, а потом руками. Очень удобное блюдо. Удобное в плане приготовления. Приготовить тесто и через 30 минут сварить. И накормить большую семью. Если останется, очень удобно замораживать в морозильнике. Заморозить, а когда надо, вынуть и сварить. Повторюсь, как пельмени. На этот момент нам ложка уже не нужна. И буду делать тесто руками. После того, как уже тесто собралось, но неудобно, да? Вымешивать в миске я перекладываю на коврик. И буду тесто вымешивать на коврике приблизительно 7-8 минут. Вот так. Чтобы у нас получилось очень эластичное тесто. Однородное. Ребята, тесто вымесила. В итоге вмесила 10 минут. Вот такое тесто у нас должно получиться. Оно достаточно плотное. И в то же время и эластичное, но не липнет к рукам. Обязательно надо хорошо вымесить. Тесто делю на 4 части. Чтобы легко было раскатать. Собираю. И обязательно даем тесту отдохнуть. Голобки закрываю пленочкой, чтобы не заветрилось. И полотенцем даем отдохнуть. За это время приготовим остальные продукты. Пока тесто отдыхает, я подготовила следующие продукты. Нам понадобится лук для зажарки и чеснок для соуса. Нарежу лук и продолжим. Ребята, покажу, как я нарезаю лук. Лук нарезаю не мелко. У меня некрупная луковица. Делю на 2 части. И вот так. Слишком мельчить лук не надо. Поставила сковороду на огонь. Добавляю немного растительного масла. И немного сливочного масла. Чтобы была вкусная зажарка. Добавляю лук. Лук должны хорошо поджарить. Чтобы получился золотистый. На этот момент займемся тестом. У нас прошло 25 минут. Тесто как отдыхало. Начало отдыхать. Тесто переложу на поднос. Оставлю одно, чтобы удобно было подкатывать. На одной конфорке у меня жарится лук. А здесь поставила воду на газ, чтобы оно закипело. Нам нужна кипящая вода. Зажарка у нас уже почти готова. Обязательно оставляйте кустаевскому салатисту. На этот момент в зажарке добавлю немного соли. Чтобы зажарка. Лук сам по себе был вкусный. И добавлю немного черного перца. Слишком много тоже не надо. Так и получается вкуснее. И начинаем раскатывать тесто. Тесто у нас достаточно плотное. Немного добавлю муки внизу и сверху. Оно уже отдохнуло. И очень хорошо будет открываться. Делаем пласт. Приблизительно как на пельмени. Открываем. Слишком тонко тоже не надо. И слишком толстую тоже не надо. Оставлять. Тесто очень хорошее. Некоторые не добавляют яйцо. Просто вода, соль. Но с яйцом. Тесто получается вкуснее. Сколько приготовить тесто. Сколько добавить яйца. Это на ваше усмотрение. Ребят, тесто раскатало. И начинаем нарезать на небольшие кусочки. Это тоже по вашему усмотрению. На какие хотите. Такие и нарезайте. Слишком крупно тоже не надо. На такие кусочки буду нарезать. Очень удобно. Очень удобно. Этим ножом для пиццы предназначены. И перекладываю в поднос. Пока буду раскатывать следующее тесто. Заранее немного посыплю мукой, чтобы оно не склеивалось между собой. И перекладываю в поднос. Ребята, сразу же готовлю соус для нашего блюда. Здесь через пресс пропустила чеснок. В чесноку добавляю немного соли сразу, чтобы было вкусно. Чтобы чеснок выделил свой вкус быстрее, соль добавляю к чесноку сразу же. И к чесноку добавляю мацони. Если у вас нету мацони, добавьте сметану или йогурт без добавок классический. Все перемешиваем. Оставляем, чтобы вкус чеснока выделился и был вкусным. Если есть у вас свежий укроп, сегодня у меня не было, добавьте свежего укропа тоже в этот соус. Получится еще вкуснее и красивее. Ставлю в сторонку и раскатываю второе тесто. Ребята, вода у нас уже запекела. Воду добавляю, соль. Это делайте по своему вкусу. И добавляю масло. Две столовые ложки. Это нам нужно, чтобы при кипении тесто не склеивалось. Еще раз. Пускай закипит. И будем добавлять тесто. Вода закипела. И начинаем добавлять тесто. Так как вы немного посыпали мукой, просто надо немного вот так стряхнуть. И добавлять. Это мука. Для того, чтобы оно не склеивалось. Быстро все добавляем. Немного вот так перемешаем, чтобы внизу не прилипло. И добавляем остальное. Все добавляем. Здесь у меня тесто из двух кулаков. Доводим до кипения. И варим. Варим приблизительно 6-7 минут. Не больше. Ребята, приготовилось. Уже видно, да? По виду тоже видно, что оно уже сварилось. И вынимаю посуду, в котором буду подавать. Хорошо. Воду все. Ссвеживаю. Вот так. Срачно. На татар-бураке добавляю лук, который жарили с маслом. Немного. Смотрите, оно не склеивается. Немного перемешаю. И всю эту красоту поливаю нашим соусом. Кто хочет, добавляет в свое блюдо. Так как у меня не было свежего укропа, добавлю чуть-чуть замороженного. И для вкуса, и для красоты. Вот так. Вот такая красота у нас получилась. Смотрите, какое хорошее, идеальное тесто получилось у нас. Ничего не склеивается. В этом году я еще не готовила. Решила приготовить и поделиться с вами рецептом. Я люблю, когда соуса много. Немного полью соусом. И попробую. Конечно, это очень вкусно. Вкусно. Готовится несложно. Это относится к зимним блюдам. В основном готовят зимой. Готовится несложно. Из доступных продуктов. Готовьте и вы для своих родных. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Желаю всем крепкого здоровья. И всем пока-пока. Будьте счастливы.